Приветики всем, кто включился! И сегодня я расскажу, как избавиться от перхоти и забыть о зуде головы. Первое, на что стоит обратить внимание, это чистота мытья головы и качество шампуня. Один-два раза в неделю это очень редко, только каждый день, при наличии проблем и лучше без бальзама. Если шампунь слишком дешевый, типа чистая линия, его нужно выкинуть и использовать только для стирки свитерков, как минимум, пользоваться чем-то импортным для волос. Второе, это качество и количество воды. Воды должно быть много, она должна быть проточной, из-под крана, не горячая и не прохладная. Очень желательно купить бойлер, если у вас нет горячего водоснабжения, а не кипятить воду в кастрюльке, используя в итоге для промывки волос мизер воды. Средства для волос в таком случае вымываются крайне плохо. Третье, длина волос. Мне точно известно, что чем короче волосы, тем легче промывать кожу головы и тем легче ухаживать за шевелюрой в целом. Еще я иногда мою волосы мылом, мылом с губкой. Только так можно максимально тщательно добраться до каждого участка головы. Четвертое, не чесать голову. Только почувствовали, что очень тешится, сразу идти по возможности помыть, желательно душиком и с хорошим напором. Пятое, если все предыдущие пункты никак не подействовали, то покрасить волосы. Потому что краска очень беспощадно разбирается с накопившейся, омертвевшей кожей головы, которая просто шампунями не очищается должным образом. И, конечно же, смотря какая краска. Если красится, осветлятся в блонд пудрой или же крем-краской, то это слишком сильно пересушит кожу головы, которая и так чувствительна к раздражителям. Спасибо за то, что служили. Оставляйте свои комментарии по этому поводу. Смотрите другие видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокольчик. Если вас нет на YouTube, добавляйте канал в закладки. Всем пока!